МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор спортивной школы Олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу. Мастер спорта России по боксу, победитель и призер всероссийских и международных турниров. Александр Владимирович, добрый день. Добрый день. Станислав Олегович Бржевский, двукратный победитель международного турнира Арнольд Классик, многократный призер международных и российских турниров, официальный представитель федерации бодибилдинга России по связям с общественностью, член сборной команды России по бодибилдингу, с 21-го, то есть нынешнего года, президент федерации бодибилдинга Тверской области, и с этого же года председатель регионального отделения федерации комплексного единоборства Тверской области, и еще президент фонда союза единоборств Тверской области имени Александра Суворова. Станислав, добрый день. Это можно ваши все, а когда победу перечислять, это можно всю программой заниматься, да? И Александр Валерьевич Лукьянчук, руководитель Тверского регионального отделения Всемирного русского народного собора, заместитель председателя общественного совета УФСИН по Тверской области. Александр, здравствуйте. Рада вновь приветствовать вас. Вы вдвоем у меня уже были, Александр, неоднократно. Станислав, с премьерой вас разговаривает. А повод у нас сегодня такой. У нас 16 октября, да, уважаемые друзья, в областной столице Верхневолжья стартует региональный чемпионат Тверской области по бодибилдингу. И посвящен этот чемпионат памяти Владимира Степанова. Вот давайте скажем, во-первых, последний тур чемпионат такого уровня, насколько мне известно, проводился 5 лет назад, в 2016 году, да? 5 лет был перерыв. Что ждет зрителей? Кто участник, кто судьи? Кто вообще еще будет представлен, кроме спортсменов этого вида спорта? Давайте по порядку. Кто начинает? Станислав, да? Да, да. Добрый день, уважаемые телезрители. Я очень рад сегодня быть здесь. Поэтому хотел бы рассказать вам немножко о нашей федерации, которую мы реанимировали с этого года. Вы совершенно верно подметили, что последний турнир у нас был в 2016 году, чемпионат области по бодибилдингу. И в этом году мы будем проводить наш региональный турнир 16 октября в ДК «Пролетарка». Один день пройдет, Станислав, да, турнир? Одним днем. Одним днем, да. С утра будут у нас непосредственно, будет заявлена регистрация спортсменов. Сейчас мы сделали сайт федерации, где также предусмотрена предварительная регистрация и подача заявок. С утра до обеда будет регистрация спортсменов и с обеда уже будет сам проходить турнир. Участники это спортсмены Верхневолжья или будет кто-то еще с других регионов приедет? Значит, это будет открытый турнир. Здесь будут участники, на данный момент могу сказать, это уже Москва, Санкт-Петербург, Ростов, близлежащие субъекты, Нижний Новгород, Великий Новгород, Подмосковье. Ну, то есть, будет большой охват. Обширное представительство. Называется, а судьи кто? Судьи. На наш турнир региональный мы собрали ВИП-судей. Прежде всего, хочу обратить внимание, что почетным гостем будет президент Федерации бодибилдинга Александр Владимирович Юшневский, чему мы очень рады. Это хорошее мероприятие, и президент должен видеть, как наша федерация возрождается. А что касается судей, будут все судьи международной категории, заслуженные мастера спорта, заслуженные тренеры России, начиная от Дудушкиных, это Роман и Анна Дудушкина, заканчивая Кузьминичи, Анастасии. То есть, всех перечислять не буду, очень много, но мы подготовили, мы пригласили к нам судей высшей категории, чтобы они увидели, чтобы мы красочно это показали, заявили о себе, и что прошло все на высшем уровне. Вот, Александр, вы сказали такое слово «красочно». Вот я только хотела спросить, вот мы зовем вообще, что называется, жителей региона, жителей областной столицы, да, и будет на что посмотреть? То есть, это как театральное представление, это можно, ну, кто не знает тех вот великих имен, которые вы перечислили, да? Вот так просто посмотреть. Совершенно верно. Просто у многих, значит, граждан, может быть, существует определенное мнение о бодибилдинге. То есть, еще осталось представление, что бодибилдинг – это накаченные ребята, такие очень большие, накаченные. Это действительно так, в бодибилдинге очень множество категорий, критериев и так далее. Но вот у нас есть категории в женских, среди женщин – это и бодифитнес, и бикини. Категории бикини – это модельные девушки. Это просто конкурс красоты. В том числе, да, оценивается пропорция, оценивается, да, там, позирование и оценивается визуальное восприятие. Поэтому совершенно верно, отчасти это такой конкурс красоты, можно сказать. – Изумительно. А при чем здесь вот бокс? Я знаю, что Александр Владимирович сказал, что будут представлены и боксеры. Или автоматически, если ты занимаешься бодибилдингом, значит, знак равенства, ты боксер. А вообще, я так поняла из наших предыдущих фирм, что боксер-то всегда. И боксер всегда победит. Ну, любой мужчина, я считаю, что боксером в душе какой-то даже никогда не занимался. Все равно он какой-то боец для себя, для своих близких. А что касаемо бодибилдинга и бокса, вот сейчас с Станиславом мы довольно давно уже дружим. И разговоры о том, что вот те прекрасные представители этого вида спорта, бодибилдинга, должны правильно уметь бить, защищаться. А чтобы правильно уметь бить, защищаться, это нужно заниматься боксом. – Совершенно верно. Возможно, даже это какой-то будет новый проект. – А вообще-то да, если объединить бренды, что называется. – Да, 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 и тренироваться. А вообще вот занятие тем же самым боксом, оно предполагает, что ты сколько-то раз в неделю отзанимался, сходил в школу, отзанимался боксом, а потом ты еще сходил, и второе направление у тебя бодибилдинг. Это вообще возможно такое сочетание? – Конечно, возможно. Мы знаем очень много прекрасных примеров наших прославленных чемпионов мира среди профессионалов, олимпийских чемпионов, которые уделяли два раза в неделю своей подготовке. Именно, ну не бодибилдинг, скажем так, общей физической подготовке, включающей в себя упражнения с огромным количеством железа. Это такие, как Майк Тайсон на слуху, это Эвандер Холифилд, которые еженедельно прорабатывали определенную группу мышц, как вот бодибилдинг. – Рой Джонс. – Рой Джонс. – Тут все рядом. Тут все рядом, поэтому красивое тело обязывает красиво выступать не только на сцене, но и в ремье. – А почему вот тогда Станислав говорил, что одно время сейчас идет возрождение? Вот на эти пять лет, когда в 16-м году проводился чемпионат, забыли о бодибилдинге или не до этого было? Что-то кушать надо было? Тут уже не накачки мышц. – Мне трудно сказать, мне трудно оценивать, что было ранее. Я, значит, сам всегда уже, ну, последнее время я выступал в сборной команды Москвы. Я, можно сказать, вернулся в Тверь, чтобы возродить вот наш вид спорта. Вот, но не могу сказать. Здесь много нюансов, в том числе, наверное, те лица, которые должны были осуществлять деятельность, пропагандировать здоровый образ жизни, пропагандировать наш вид спорта. Не могу, не могу судить. – Ну, то есть, мы говорим сейчас о возрождении непосредственно на Верхневужской земле, а так в России-то об этом никто не забывал? – В России нет, естественно, и у нас и в мире, естественно, проводятся международные соревнования, как и в любом виде спорта, да, то есть, я сам участник международных соревнований, там, в год у нас два сезона, весна и осень, поэтому турниры проводятся, никто не забывал. Просто имеется в виду посубъектно. То есть, вот в Тверской области сложилась вот такая ситуация, и поэтому на данный момент я называю это возрождение, потому что на данный момент за королем, вы можете вот даже представить, я вам приду цифры, в прошлом году на чемпионате России представляли честь региона всего три, значит, три воспитанника, да, Тверской школы. На данный момент у нас в состав сборной в этом году, мы организацию зарегистрировали в марте, на данный момент насчитывает около 20 спортсменов. Ничего себе, да, это рывок. А другие регионы побольше трех, я так понимаю, да? Конечно, конечно. Ну, я вам могу сказать, вот, с уверенностью, может быть, как-то это звучать, и мы за три спортсмена довольно хорошо выступили. Один стал у нас Алексей, это чемпион России в юниорах, и девушкой стала у нас Наталья, заняла призовое место, вот, второе, если не ошибаюсь, и также у нас в топ-6 была, значит, Светлана. Поэтому из трех ребят, которые были представлены регионом, три были в топе и заняли достанное место. Ну, знаете, редко, но метко. Давайте, уважаемые друзья, прервемся на небольшую рекламу, не переключайтесь, 300-190, телефон прямого эфира, звоните. Уважаемые друзья, мы вновь в эфире, 300-190, телефон прямого эфира, с вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня очень интересные люди. Говорим сегодня о развитии спорта, но у нас уже есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, добрый день. Здравствуйте, говорите, как вас зовут? Алло, меня зовут Борис, вопрос следующий. Вот насколько тяжело сейчас спортсменам вообще развивать какие-либо соревнования, организовывать турниры? Как много находится коммерческих организаций, кто поддерживает вот такие начинания? Спасибо большое. Спасибо, Борис, за ваш вопрос. Вопрос интересный, мы его собирались обсуждать. Вот Борис нас предвосхитил, что называется. Действительно, за чей счет, что называется банкет? Да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Стой, не став, говорите. Значит, хочу вам сказать, что действительно не все так просто, может быть, как кажется, страны. Да, вот я могу показать наши... Да, 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 вот у нас с собой, как рояль в кустах, вот такие вообще изумительные, красивые лица. Как все красочно, но через что нам приходится проходить? Конечно же, мы не получаем должного финансирования, да, и мы привлекаем денежные средства за счет тех людей, которые разделяют наши взгляды, нашу пропаганду здорового образа жизни. Поэтому, естественно, большая часть, вот здесь вот даже на нашей афише, вы видите, кто нам помогает. Мы всегда с благодарностью к этим относимся организациям, людям, и большое им спасибо. Поэтому приходится привлекать денежные средства. Также, естественно, мы не забываем про свои денежные средства, потому что спортсмен, вот на своем примере, наверное, Александр, мы фанаты спорта, поэтому мы также участвуем непосредственно в финансировании. Тут называется хорошо, когда интересы спорта и интересы этого вида спорта конкретного разделяют люди, у которых есть деньги, можно сказать, да? Да, совершенно верно. Потому что ты разделяешь интересы, но ты не можешь финансово помочь, это уже никуда не идет. Да, да, совершенно верно. Ты можешь только прийти и поболеть за наших ребят, да? Кстати, в боксе у нас что? В боксе, Ваннатолий, у нас все хорошо. У нас в боксе колоссальная поддержка государства, нашего спорткомитета, потому что на данный момент бокс у нас является базовым видом спорта Тверской области, один из немногих. Поэтому все те соревнования, которые у нас в календаре запланированы, принимают участие как спорткомитет в силу своих стандартов, государственных вот этих лимитов. Ну и, конечно, все все понимают, что без вложений тех людей, которые были выпускниками, скажем так, данного вида спорта, не важно, там, бодибилдинг, бокс, там, кикбоксинг, еще различные виды, единоборцы спортов, ну, правильная организация соревнований не осуществляется. Поэтому, конечно, все в совокупности, вот Станислав один пока лямку тянет, но будем надеяться, что... Но только начинается в этом году, все началось только, да, одному-то тяжело. У нас все налажено, и со спорткомитетом у нас полная согласованность, полное взаимопонимание, и вот, как бы, все хорошо. И я знаю, что у глава региона посетил, да, школу бокса? У глава региона летом... Пока еще не на занятия, скажем так, да? Пока не на занятия, он пришел, мы сейчас ремонтируем один из старейших залов бокса спортивного комплекса «Пролетарка», причем колоссальный ремонт за счет людей, я бы, как повторюсь, выпускников данного зала, данного вида спорта, какие-то городообразующие предприятия, в том числе, там, Сележаровский карьер, различные мануфактуры областные. Вот, и за счет тех людей, когда губернатор зашел и посмотрел, что происходит, Игорь Михайлович, да, как, в чем, где они будут заниматься, вот, он говорит, ребят, ну, вы вообще молодцы, на самом деле, а как вот так вот, ну, давайте, наверное, не только, ну, у нас был запланирован ремонт кровли, спортивного комплекса, давайте мы сделаем-ка ремонт всего комплекса. О, это хорошо. Это очень приятно, когда вот эти вот, ну, как бы, наши идеи разделяет глава регионов. Это всегда когда, да, вот, кстати, как идеи разделяет правительство региона, да, а что у нас на государственном уровне, Александр? Как у нас воплощаются такие идеи, в чем помощь государства и к чему это приводит, если такой помощи нету? Вот, давайте мы обсудим очень важный момент, к сожалению, я буду говорить о трагических событиях, у нас прошлая передача выходила 22 июня, на которой мы обсуждали такое понятие, как компьютерный аутизм, когда дети находятся под воздействием игровых приставок, игр, и они приводят к негативным последствиям. И мы обсуждали случай в Казани, когда были расстреляны школьники в школе, в гимназии, погибло 9 человек. Да, да, и мы вот как-то вот так встречаемся под трагическое событие в стране. У нас прошло 3 месяца, 20 сентября, трагедия в Перми, я хочу выразить от всех присутствующих слова соболезнования семьям и родственникам погибших в этой страшной трагедии студентам Перского государственного университета. И пожелать помощи Божьей и скорейшего выздоровления тем, кто еще находится на больничных койках. И хочу пожелать, чтобы все у них было хорошо. Ну что, эту ситуацию, конечно, нужно обсуждать и анализировать произошедшее. Если в первом случае мы имели дело с не совсем психически нормальным человеком, что уже было доказано экспертизами, и сейчас они до сих пор, кстати, проводятся и ведутся. В случае с Пермской трагедией, вы знаете, тут, ну я не буду оригинально, если я об этом скажу, люди, кто, в общем-то, изучал литературу, хорошо помнят Роман Достоевского, да, «Преступление и наказание». Всех, хотя их помнят Родиона Раскульникова, который вообще по какому-то стечению обстоятельств, вы видите, да, был студентом-юристом, точно таким же, каким студентом-юристом был человек, устроивший вот в Перми данное преступление. Который делил людей на два класса, муравьев из муравейника, которые подчиняются и страдают, и, соответственно, людей привигилированных, их всего единицы, этих людей, которые вправе, имея власть, нарушать общечеловеческие признанные законы. А самое главное решать, кому жить и кому умереть. То есть здесь мы имеем дело уже совсем с другой ситуацией. Здесь некая философия, которая в мозгах этого человека привела вот к таким фатальным последствиям. Ну, опять же-таки, подоплека внутри, это прослойка какой-то, да, базис и настройка. Идет философская такая вот подушка у человека. А вы знаете, вот, я думаю, что семьям и родителям глубоко все равно, да, какая идет философия внутри этого человека, уже детей не вернут. Помните, да, слова Николая Новикова? Никогда ничего не вернуть, как на солнце не вытрыть пятна. И в обратный отправившийся путь все равно не вернешься обратно. Это истина очень простая. На ночь точно смерть не приложена. Можно в те же вернуться места, но вернуться назад невозможно. Мы можем ходить по этим улицам, но никогда не отмотаем события прошлого для того, чтобы что-то изменить. Так вот здесь как раз мы опять поднимаем вопрос деструктивного воздействия интернета, социальных сетей на умы молодежи и подрастающего поколения. Вы же понимаете, что медийная группа как таковая, она уже не является определяющей силой для, допустим, того же самого воспитания и восприятия детей. Нет, они полностью уже все в телефонах, они полностью в социальных сетях, и они поглощают деструктивный контент в огромных количествах. Если к кому-то из определенной группы или сообщества детей попадает та или иная деструктивная информация, она не удаляется им в корзину телефона, она рассылается в виде рассылки всем для того, чтобы получить некий хайп, некие определенные лайки и так далее. Это признание этой группы, что ты вот такой модный парень, и ты это все делаешь. Мы обсуждали с вами ситуацию с митингами за Навального, когда поступила информация, сфотографируйся напротив машины с решетками, и ты получишь определенный для себя бонус для продвижения твоей страницы в соцсетях. Да, сам же информационная война. Это по-другому же назовешь. В рамках Всемирного Русского Народного Собора, основной программой которого, утвержденной Святейшим Патриархом Кириллом и Президентом Российской Федерации, до 2050 года является народосбережение. Конечно, в рамках народосбережения нужно действовать, принимать какие-то шаги. Сейчас прошли выборы, мы прекрасно понимаем. Я очень надеюсь, что вновь сформированный состав Государственной Думы, фракции, будут уделять особое значение воспитанию молодежи. Это главенствующая на сегодняшний день задача для нас всех, потому что это те люди, дети, это сегодня дети, а завтра они уже взрослые и юноши люди, которые будут управлять этой страной, которые дальше ее поведут к победам, опираясь на тысячелетний опыт истории русского народа. То, что мы уже добились, они должны это дальше провести и приумножить то, что сделано было до них. Я могу сказать, много можно сейчас приводить примерами, что можно для этого сделать. Давайте самый простой приведем, который я вижу на себя неваженным взглядом. У нас существует предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», который в школе преподают. Да, 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 ОБЖ. Так вот, мне кажется, что вот это ОБЖ нужно сделать именно для родителей. Понимаете? Вести какой-то факультатив обязательный. Что такое, с чего идет тот или иной деструктивный контракт, а с воспитанием в семье. Понимаете? Вот если ребенок воспитан правильно, он не будет его поглощать. Или он, посмотрев ту или иную информацию, он сделает правильные выводы и скажет, мне это неинтересно. Я не пойду дальше. Понимаете? Так вот, начиная, наверное, с третьего класса школы, с четвертой, а за четыре года вообще образовательная у нас берет входа в среднюю уже школу, значит, проводить определенные общения с родителями. На что нужно уделять внимание? Ведь мы понимаем, да, что нужно создать какой-то поведенческий алгоритм детей, который должен настораживать родителей. То есть, вот, мы уже обсуждали в прошлый раз, а у меня в дурных компаниях не участвует ребенок, а у меня с синяками не приходят. А у меня сидит дома в комнате и делают уроки. Понимаете? А в это время он поглощает с интернета негативный контент, уже непонятно, что у него в голове. То ли он там уже что-то планирует предпринять, то ли он... Вот в случае с Пермским, юношей, да, что происходило, уже подтвердили. У него были явные нацистские наклонности, да, то есть о чистоте рас и всего остального. Это уже не секрет, это по центральному телевидению говорили. То есть, соответственно, мы понимаем, откуда эта информация пришла? А пришла из социальных сетей. Есть определенные сообщества группы, которым это все. Второй вопрос. Вот хотелось бы здесь тоже понимания и некого быстродействия по этому вопросу. Проблема в Казани. Сразу, с 18 лет продавать оружие нельзя. Сказали об этом все. Но ратификация закона занимает время, и только с 22-го года он будет принят в силу. Соответственно, пермский стрелок, воспользовавшись этой брежью, сумел официально получить оружие. Но мы же понимаем, 18 лет, да, у меня, наверное, найдутся люди, которые будут поддерживать, которые будут, наверное, осуждать эту идею. Но тем не менее, 18 лет. Это максимализм юношеский достигает предела. Понимаете, предела. То есть, ты вышел на улицу, тебя обидели, извините, компания, ты поднялся, взял ружье, он у тебя зарегистрирован, спустился и всех расстрелял. Что такое 18-21 год? Что эти три года дают? Да, жизненный опыт дают. В первую очередь, жизненный опыт. Если 18 лет, это студент, наверное, второго курса университета, да, если 16-ти, первый курс, то 21 год, человек уже дипломированный специалист. А может быть, он еще в это время в армию сходит. А может, он в это время уже сходит в армию и вернется уже с пониманием осознания жизни. Там немножечко мозг на место поставит. Мозг немножко на место встанет. И он уже понимает, что за любым действием последуют наказания. Так как мы с вами имеем отношение к общественному союзу управления федеральной службы, исполнению наказания в Терской области, профилактика правонарушений в молодежной среде, это основная задача государства сегодняшнего дня. А мы знаем с вами, что это и 228 статья, и разбой, и все остальное. Вот в этом контексте нужно четко понять, но при этом нельзя переходить определенные границы. Нельзя сказать, давайте у всех заберем оружие, или давайте этот закон просто запретим. Ни в коем случае этого делать нельзя. У нас огромное количество добропорядочных граждан, которые соблюдают все законы и все нормы, и охота является частью их жизни. Здесь тоже нельзя однобоку судить. Давайте тогда права не давать. Но это, Саша, как вы сказали, вы начали с преступления и наказания. Давайте запретить вообще Достоевского в школе. Так это следствие, нужно причины решать. А причины, еще раз повторяю, воспитания в семье, в первую очередь, здесь тоже есть моменты, да, когда родители живут от кредита до кредита, ипотека плюс кредит, и они в ужасе, что надо платить проценты, и глава семьи подрабатывают где-то еще на извозе. Конечно, детям нет времени. Почему мы поддерживаем, как и Всемирный Русский Народный Собор, как общественная организация, почему мы поддерживаем спортивные секции? Да потому что педагоги в спортивных секциях и тренера – это вторые учителя, которые дают ту же самую информацию, которые воспитывают патриотическое воспитание, духовную дают составляющую. Потому что во всех спортивных федерациях присутствуют священники, которые окормляют эти федерации, которые присутствуют на мероприятиях, которые общаются непосредственно с учащимися, назовем их так, да, и так далее, и так далее. Вот поэтому спорт и нужен, потому что спорт не просто жизнь, а спорт в данном случае – это выживание в условиях той самой и ментальной войны, которая ведется, и цифровой войны, и холодной войны, которую никто не отменял. Которую никто не отменял. Кстати, Александр, вот вы говорили, что лето прошло в спортивных лагерях, что первым условием было, вот как в тюрьме, да, вот как в колониях. Заходишь на территорию колонии, дай телефон. Заходишь, дай телефон. И причем тут не смотрят, кто зашел на территорию колонии. Начальнику в СИН-генерал зашел или простые члены общественного совета. Для всех правила одинаковые. Для всех правила одинаковые. Так и у вас, да? Вы, дети, будьте добры, телефон. Ну, нет, у нас, знаете, сравнение такое чуть-чуть грубое, но оно правильное. Ну, в жизни, наверное, сравнение, да, Саша? Где мы общаемся, так сравниваем. Что касаемо школы федерации бокса, где у нас ежегодно в летние лагеря отправляются, ну, порядка там плюс-минус 100 детей. Вот. В данном году у нас представители Тверского ринга, поехали представители спортивной школы, городской лидер, представители нашей областной школы Олимпийского резерва. Условия для всех одинаковые. Сдали телефон тренеру утром. Получили, каждый получил по бумажной книге. Бумажная книга, вот что. Принципиальное слово. Врющие у души. Которые за время своего, своих тренировок в лагере должны прочитать. Вот. Телефон дается перед сном, там в течение, если не ошибаюсь, 15 минут, позвонить родителям, сказать, что все хорошо. День прошел вот у меня вот так вот. Не беспокойтесь обо мне, все сыты, все довольны. Вот то, что и надо. И вы следите, да? И некогда ребенку вот этим вот заниматься. Это я к тому, что еще всегда узнаю. Сейчас очень много у нас фитнес-тренеров, которые, я просто к чему говорю, фитнес-тренеров, которые на самом деле гонятся просто за своим заработком. Нужно всегда помнить о том, что все профессионалы, тренеры-профессионалы высокого уровня работают обязательно в спортшколах, государственных учреждениях. Потому что, ну, по-другому не может быть. Понимаете? А у нас же клубов-то очень много. Как тогда быть-то? Вот детей, вот именно дети воспитываются в спортивной школе. Изучать, изучать, изучать. Что касаемо бокса, у меня все тренеры, они сертифицированы как федерацией, так и спортшколой наши. Все тренеры, независимо от того, что касаемо бокса. Я говорю просто про другие виды спорта, где, знаете, чем дороже, тем лучше. Нет, это неправильное мнение, на самом деле. Во-первых, нужно изучить характеристику тренера, изучить его какую-то биографию. Спортивные достижения. Спортивные достижения. И только после этого как-то где-то что-то, к чему-то приходить вместе, совместно с тренером. Давайте мы еще раз покажем замечательный плакат. Вот так вот, а вам покажите. Смотрите, какие красивые люди, с какими шикарными телами. И ведь это все достижимое. Уважаемые друзья, вы можете быть такими же, да, говорят сегодняшние наши гости. С детства надо воспитывать Станислав вот такую фигуру. Или может с твоего возраста прийти, если заниматься, каждый день заниматься. Я так понимаю. Я вам скажу на собственном примере. Ну, конечно, конечно, хотели бы. Когда берут интервью и на радио, я спрашиваю, вот как ты? Вот расскажи на себе. Я вам скажу, что все возможно. Почему? Потому что бодибилдингом я начал заниматься в 33 года. Правда? Да. А до этого? А до этого? А что подвигло-то? Подвигло-то что? До этого я вел, естественно, спортивный образ жизни. Естественно, я выступал в других видах, направлениях. Я всегда был спортивный, силовик был. Но формат тот, что в 33 года для спорта, это возраст уже не молодой для спорта. И в 33 года начал. И когда все спрашивают, возвращаясь к тому, да, берут интервью, как ты можешь выиграть Арнольд в 37, в 38, когда основные соперники, возрастной ценз, это 22, 25. Ну вот, все в твоих силах. Поэтому хочу вам сказать, все возможно. А до какого? То есть, возможно, что человек скажет, я уже пенсионер глубокий, мне уже поздняк метаться. Катерина, вы будете, вот, удивлю вас. В бодибилдинге есть категории, различные категории, что в женском направлении, там, бодифитнес, бикини, в мужском направлении бодибилдинг, где выступают как раз люди от 50 лет и старше. Есть разные категории. На международных соревнованиях я лично видел, на чемпионате Европы, где выступали дедушки, в кавычках, 72 года, с таким прессом. То есть, это все, это то, что после 50 нужно ложиться над диваном и плевать в потолок, все равно ты будешь зарастать жиром, это все ерунда. Конечно, конечно. Это ерунда. Вопрос, опять же таки, мы начали вот с Александром по поводу школ, да, по поводу того, что некоторые родители думают так, что чем дороже школа, чем дороже тренер, тем, значит, это будет круче и тем больше пользы для ребенка, что это не так, да? Вопрос, будет школа где-то, где можно будет заниматься с детских лет бодибилдингом? Знаете, что касается школ, да, в основном, где люди занимаются спортом, естественно, в фитнес-центрах. Вот Александр много рассказал про фитнес-индустрию, про тренерский состав и так далее ранее. Вот я абсолютно с ним согласен. Вот у нас в планах, в планах развития на следующий год у меня, да, это создать такую базу, да, где будет указан каждый фитнес-инструктор, который заходишь и смотришь, так, на чем он специализируется, подготовка. Там, таких-таких-таких спортсменов, сколько общий стаж, что он закончил, какие навыки приобрел. И помимо того, фитнес-инструктор должен обладать-то знаниями не только поднял, опустил, он должен обладать медицинскими еще знаниями. Человек пришел, у него грыжа, предположим, или еще что-то, да. Ну, естественно, клиент, человек, который пришел заниматься, он ведает об этом, и фитнес-инструктор должен подобрать программы, которые будут соответствующие помогать этому человеку, а не портить ему дальнейшую жизнь. Правильно, я еще дополню, что это же, да, не просто, это многостороннее. Коля, мы говорили о безопасности, у нас мы говорим о национальной безопасности. Если мы отдаем ребенка непонятно кому, ребята, в чем тогда будет разница? То ли он сидит дома, ему в голову забивается с помощью интернета непонятно что, ну, а здесь он приходит непонятно какому человеку. Ладно, он спортсмен хороший, а что у него в голове у самого человека? Правильно, ты же воспитатель? Когда ребенка отдают, то в данном случае педагогу или тренеру ему делегируют полномочия и персонализируют ответственность за результат. Потому что результат это и поведенческий фактор ребенка, и его физическое состояние. Это очень важно. Ведь можно накачать ребенка, да, или научить драться, но не привить основные азы поведения в социуме, в обществе. Что он должен не нападать, а защищать. Что он должен красоту тела показывать, вдохновляя этим, а не угрожая этим кому-то и так далее, и так далее. Это как мы на том эфире, помните, я говорила, вот бокс, ну, подожди, для чего тебе голова, я ею ем, да? Тут уже можно так сказать, как у образцовы, да, мыслители задних конечностей, да, они там чутку отбивали. Это же не просто так, человек может показать какие-то результаты и называется, сиди, я сам открою. Это все стереотипы, это все стереотипы. Опять же, их складывает тот, кто на самом деле не понимает ничего в данных видах спорта. Допустим, как вы сказали, бокс, я в нее еще ем, да, ну, конечно, что может быть с головой, если в нее постоянно бьют. Конечно, она не умнеет, скажем так, но повторюсь опять, что это стереотип, который, ну, очень уже, знаете, как глупо даже это обсуждать. В виде те достижения тех людей, которые очень много достигли, допустим, в боксе, да, там и профессоры, и доктора медицинских наук, и различные писатели, и математики, и много, бесконечно можно перечислять их заслуги. Поэтому, знаете, как, ну, это вот такое сложившееся, знаете, вот в простонародье, скажем так. Ну, да, да. Да, все это, да, которое сейчас уже, ну, слава богу, это все сходит уже на нет. Вот, кстати, мне понравилось, Александр сказал, вот, когда вы говорили о концепции национальной безопасности, то, что сейчас происходит с молодежью, как защитить нашу молодежь. Вы сказали правильно, прошли выборы. Мы слышали очень много посылов, очень много обещаний, да. У нас новый депутатский корпус. Уважаемые друзья, хочется обратиться. Давайте мы от слов перейдем к делу, да. Нужны программы. Нужны программы. И давайте, вот, Борис, правильно, вопрос свой, наш радиослушатель, за чей счет банкет? Да, да. Ведь такие чемпионаты, ведь они нужны. Конечно. Это популяризация спорта, это и люди показывают то, что они добились, это нужно, да, каждому спортсмену. Конечно. Вот, смотрите, ситуация, вот есть, семьи, да, ну, скажем так, не совсем обеспеченные, да, где не хватает денег, мы это все прекрасно понимаем. Мне почему вот импонирует, допустим, Александра позиция, и почему я поддерживаю это все? Потому что вот мы с ним общаемся, я говорю, Саняш, такая ситуация, да, придет тебе там 100 человек, 200 человек, он говорит, я возьму всех. Без исключения. Тысяча придет. Бесплатно. Тысяча возьмет. Бесплатно. 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 Вот это основной фактор, да, чем его ребенка воспитает, извините, улица, или вот этот негативный контент, или определенное сообщество, которое преследует свои цели непонятно кем продуктованы, и какие кураторы в данном случае присутствуют. А они придут заниматься спортом, придут и к православию, и к вере, и к правильному пониманию жизни через спортивную секцию. И самое главное, бесплатно. Понимаете, это же очень важно, а многие семьи не могут себе позволить это. А здесь вопрос идет о бесплатном. Уважаемые друзья, мы говорили в начале программы, причем здесь бокс и бодибилдинг, да, объединяет, у нас же весь объединяет, у нас еще девиз сегодняшней программы, спорт объединяет. И вы, Станислав Ильич, президент фонда Союза единоборств, куда входит все, да, имени Александра Суворова, вот это тоже важно, имени нашего великого русского руководства. Да, совершенно верно, это очень значимое событие в регионе, на мой взгляд, я думаю, это мне все поддержат. Не так давно в регионе, а именно 13 июля, было подписано соглашение о сотрудничестве между рядом федерацией, епархией, правительством Тверской области в лице и Министерством демографии, федерацией бокса, федерацией рукопашного боя, федерацией комплексного единоборства и федерацией самбо. В рамках данного соглашения и создан данный фонд, союз единоборств Тверской области, значит, данный социальный проект, почему он социальный, могу сказать, он направлен на духовно-патриотическое спортивное воспитание детишек, то есть молодого поколения. На данный момент много могу рассказывать, вот с Александром мы непосредственно ведем этот проект и все участники этого проекта социального, где дети, прошу заметить, занимаются бесплатно везде. Вот это вот о чем как раз Александр тоже сейчас заметил. И в рамках данного социального проекта регион выделяет нам детишек, которые остались, давайте так скажем, в трудной семейной ситуации, на попечении. И в рамках этого социального проекта детишки у нас приходят, занимаются, вот сейчас на данный момент уже 41 ребенок, всего в этом социальном проекте сейчас 144 ребенка у нас будут заниматься. Это первое начало, это только начало. И также у нас проект, он очень такой душевный, потому что у нас проводятся занятия, вот в эту субботу проводили в храме Александра Невского, можно сказать так, урок духовности, где отец Кирилл рассказывал про историю, про Александра Невского. Кстати, отец Кирилл-то у нас же сам занимается единоборствами, он был в этой студии, он такой мощный такой вот телосложения человек, да, спортсмен. Да, защитник отечества, или как любит говорить Александр, сможет додать удар, отстоять, отстоять, отстоять себя и свою семью. Да, совершенно верно. И помимо этого в данном нашем союзе будут проходить уроки патриотизма, мы также взаимодействуем с офицерами России, с ДОСАВ России, то есть будут приезжать герои, рассказывать о своих подвигах. Слушай, так приятно это слушать. Совершенно верно. Вот вы слушаете, вот эта наша работа, да, помню, уроки мужа, а как же? Вот надо возрождать это все, понимаете, это же хорошо забытое, новое тело, хорошо забытое старое. В каких-то моментах. Правильно, Александр, как вы говорите, ОБЖ, вот к сожалению, у нас на первом месте все что угодно, а ОБЖ где-то на последнем месте. И помните, раньше начальная военная подготовка у нас была в школе НВП, так мы и стрелять умели, мы бегали, и лыжи, и все на свете. В самом названии безопасности жизнедеятельности. Да. Знаете, как говорят, вот фраза такая, здесь живем раз. Абсолютно неправильная фраза, и хочу вот обратиться ко всем и сказать, умираем раз, а живем каждый день. Да. Важный фактор, я считаю, что да. А потом, уважаемый, ну когда ОБЖ преподают женщину в школах, ну при всем уважении, да, ну при всем уважении, но я, хотя, конечно, в каждом виде спорта здесь женщина и мужчина, но все-таки, воин-то все-таки мужчина. Так вот, когда мы обсуждали вот вопросы ОБЖ, да, еще раз говорю, что у нас есть, вот проходил круглый стол в марте, да, рассказывал о мероприятии в Москве, которые бенефициарами было, это союз матерей города Москвы, женщин и Всемирно-Русский народный собор, еще много организаций приняло там участие. А также психологи, врачи известные, детские, представители правительства, Совет Федерации, Государственной Думы. Вот нужно вырабатывать некую систему, некий алгоритм для обязательного прохождения, пускай это будет факультатив, пускай это будут какие-то курсы для родителей, где нужно насторожиться, где обратить внимание на поведенческий фактор своего ребенка, где нужно вот на самом деле активизировать свои действия, где уже та граница, что будет пройдена некая точка невозврата, и уже что-то изменить будет фактически нельзя, а цена, жизнь, не только своя, но и окружающие люди. Ой, сколько об этом говорим, на роли психолога говорили, говорили, для чего эти должности, ну, 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 что мы говорим, все говорим, вот поэтому я говорю, хватит говорить-то, ну. Совершенно верно, Ирина, хочу заметить еще немаловажный аспект, значит, вот данный социальный проект, как ни громко это звучит, но он пилотный, то есть в регионе то, что стартовало у нас в Тверской области, это пилотный проект, потому что мне звонят коллеги, уже с трех регионов позвонили и говорят, как вы так создали, как у вас это все получается. Это очень хорошо. А я могу вам сказать честно, потому что мы собрались люди, мы собрались, значит, регион нас поддерживает, мы собрались люди, у которых цель и задача единая. Вот мы собрались все в кулак, и мы сила, то есть не каждое одеяло тянет на себя какая-то там федерация или кто-то, вот, а мы все собрались, мы все коллегиально все решаем, у нас свой совет, да, мы вот тут, вот в этом и единение силы. Я сразу вспоминаю Маяковского, единица ноль, единица вздора, один даже очень самый важный, не подымет простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный. Кстати, да, что у нас с боксом? Станислав еще забыл добавить о том, что еще представители, наверное, от пяти, да, Станислав? Вы входите, да, Саш, вы входите вот в этот союз? Да, да, федерация бокса входит. Представители четырех или пяти, я не помню, напомню цифру, представители единоборств тоже различных, там, каратэ, санба, айкидо, борьба, которые вот звонят и просят, как там туда вот тоже попасть в этот союз, для того, чтобы, ну, на самом деле, давайте как-то, о чем сейчас выше сказано, потому что кулак сильнее, чем один палец, поэтому, как нам, понимаете, как-то совместно он быть. Для этого всего мы в проекте у нас сейчас чемпионаты по различным видам единоборств в различных силовых структурах с приглашением тех детей, которые сейчас у нас, скажем так, которых мы курируем, которые будут смотреть на красавцев, офицеров тех же, да, которые умеют вот то, умеют это, ну, понимаете, об этом, как вы сказали, можно много очень говорить. Ну, что, а мы будем об этом говорить, потому что вода камень точит. А мы будем говорить и делать. А это, вот это очень важно, а мы будем говорить, да, а вы будете приходить сюда и тоже говорить, делая, да, дело. Кстати, Станислав, а вот если вот кто-то, кто-то что-то скажет, вот в моем понимании бодибилдинг это ассоциируется с Арнольдом Шварценеги. Да, да. Но меняются стандарты красоты, то, что какие требования предъявлялись тогда к человеческой фигуре и сейчас? На мой взгляд, бодибилдинг развивается, растет и с течением времени меняются и критерии взгляда. А если вот приводите пример Шварценеги, конечно, это легенда. Я его увидел в 19-м году на Арнольде в ЮАР, если не ошибаюсь, да, совершенно в ЮАР. Сколько ему уже лет было? Ему тогда было 72 года, если не ошибаюсь, но 72 года. И как вы говорите, 72? Мне вдвойне приятно, потому что я победил еще там, и вот. И, ну, 72 года, конечно, это какая-то вот от него что-то исходит, энергетика какая-то, конечно же, это что-то с чем-то. Потом в 20-м году, к сожалению, с коронавирусом мы выступали в Испании, но он вышел на прямой эфир уже по, значит, по телевидению, и, да, его не было физически. Поэтому, конечно, он заряжает, заряжает позитивные энергии. А кумирами кто у него был, знаете? Кто? Александр, как наших прославленных штангистов? Власов. Власов и Леонид Жаботинский. Это уже кумиры Шварценегера. А из боксеров, это, конечно, легенда бокса, это Мохаммед Али. Он сам об этом говорит. Я всю жизнь восхищаюсь вот этими людьми, это советскими нашими силачами-штангистами. Когда он приезжал в Москву, в первый свой визит он с Власовым встречался лично и с ним общался. То есть это очень важный был факт. Слушайте, ну вот мы сейчас так говорим, мне очень хочется верить. Это мы в патриотизм просто перешли. Это мы в патриотизм, а у нас все вокруг. Наша русская, Арнольд. Да, 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 это не даром же Арнольд Классик, да, соревнование называется, да. Хочется верить, что вот у нас три человека, но они и то вот с результатами выстрелили, когда тогда было, да. А сейчас будет сколько? Пускай будет 20 человек. Мы тоже все воспитаем чемпионов. Конечно, конечно. Самое главное сейчас вот о чем, что мы и делаем, популяризируем здоровый образ жизни. Неважно какая федерация, мы все, все федерации, мы все за спорт. Бокс, бодибилдинг, рукопашный бой, мы за популяризацию спорта. Нам надо продвигать это в массы и растить здоровое поколение. Поколение здоровое и физически, и нравственно здоровое поколение. Совершенно вот это здоровое. И моральное. Конечно, конечно, конечно. Нужно, значит, куда обращаться, Саш, где находить информацию? Говорите, ребята. На различных сайтах, контентах спортшколы по боксу забиваете, федерация бокса Тверской области забиваете, бодибилдинг Тверской области забиваете. Сайты и так далее, да. Сайты и так далее. Потому что, вот, к слову сказать, альтернативы в воспитании мужчин спорта нет. Вот, ну, ее нету, понимаете, вот где его еще воспитают, так как, ну, чтобы он был настоящим мужчиной, мужчиной, защитником отечества, когда ты на ринге, неважно, на татаме, неважно, на ком-то ковре, один на один против соперника, как это, ну, как, представляете, это влияет на становление человека как личности. И потом надо сказать родителям, что это какой плюс огромный, вы получаете дополнительный контроль за своим ребенком, да? То есть вы получаете, вы отдаете, фактически, ребенку в свою, во вторую семью. Конечно, да. Если, опять же таки, то, что мы сегодня говорили, правильно выбирать тренер и школу. Конечно, конечно, конечно. И не гнаться за тем, что, ой, если дороже, значит, круче. Да, да, да. Это совершенно вообще неправильный стереотип вообще. И давайте, пускай, может быть, для кого-то, для кого-то путь, вот, путь вот в этот спорт большой, путь становления, может быть, и себе в 60-то лет. А начнется с этого чемпионата. Еще раз, куда приходить, во сколько и на что обращать внимание? Дорогие друзья, значит, у нас 16-го, 10-го, в ДК «Пролетарка», значит, начало в 13.00. Поэтому приходите, вся информация на сайте Федерации, вы можете и везде в соцсетях найти также эту информацию. Приходите, болейте за сборную, мы нуждаемся в вас, вы должны поддержать наших ребят тверских, поэтому мы будем ждать вас. Приходите обязательно. И хотел еще поблагодарить, пользуясь случаем, все-таки спорткомитет Тверской области, так как мы очень благодарны. На этапе становления нам оперативно все сделали, значит, документы, аккредитации, поэтому мы, официальная организация всероссийская в Тверской области, где ребята могут присвоить теперь звание мастеров спорта. Всего в Тверской области один мастер спорта был, за всю историю, вы понимаете? Это было. А теперь все будет по-другому. Все будет по-другому. И я еще, пользуясь случаем также, хочется, резюмируя наш разговор, обратиться к нашим представителям власти. Уважаемые друзья и те, кто может помочь. Ну давайте поможем в развитии детского спорта. Если руководители градообразующих предприятий или коммерческих структур, которые чувствуют в себе силы, возьмут на баланс ту или иную федерацию спорта, мы сейчас не говорим конкретно о боксе или бодибилдинге, любую федерацию спорта Тверской области, и будут помогать, я думаю, для них это не составит большого труда, и не будет такой большой суммой. Если нет прямых финансовых средств, есть материальное обеспечение, есть оборудование и так далее, которое нужно докупать для того, чтобы это все развивалось. Я не думаю, что это будет сложно. Лишнего не будет, да? Нужно понимать, что это делается для завтрашнего дня в страны в целом. Уважаемые друзья, вот на этой оптимистичной ноте, я думаю, что нас услышат, заканчиваем нашу программу, время эфира подошло к концу. Спасибо огромное. Чемпионов вам, граждан России, здоровые физически, нравственно, духовно. И еще хочется добавить одну вещь. Хочется помимо Ильи Ковальчука услышать еще имена в спорте, которые прославят Тверскую область на всю Россию и весь мир. Обязательно проставим. Будьте здоровы, спасибо, до свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...